Сейчас я расскажу, как проходить атаки четвертой фазы босса Камиле в игре Айвона Киллза Камиле 2. Всего у нас 10 атак. Разберем их последовательно. Возможно, это не самые лучшие страты, но это пока те страты, которые, так сказать, я придумал и в принципе они рабочие. Давайте посмотрим первую атаку. Первая атака — это медленные круги. Ну, в принципе, тут как бы особо страты нет. Ну, просто вот как бы мы в эти проходики залезаем, то есть смотрим, что вот эти полетят как бы мимо нас. Ну, то есть над нами вот оно прилетит. Ну, как бы если мы видим, что оно летит нас, то делаем небольшой прыжок, как бы... Ну, тут ничего большее не скажешь, да? В принципе, это очень легкая атака. Ну и все, собственно, она заканчивается. Следующая атака — это быстрые круги. Тут чуть-чуть посложнее, но в принципе то же самое. То есть мы находимся где-то здесь и, то есть, в общем-то, делаем то же самое. То есть смотрим. Над нами, если летит, то все хорошо. Мы стоим между красными. Если летит, там он как-то вроде как будто в нас, то как бы прыгаем, но только мы прыгаем и... И смотрим, то есть чтобы попасть между вот этих кругов. Ну, как бы в принципе это на реакции должно быть. Вроде бы это тоже не особо сложно. Самая, как бы вот общая идея этой всей фазы в том, что 90% сложности — это волнение. Если бы не волнение, это очень простая фаза. Кроме вот пары моментов. Атака на простая. Но вот эта атака очень простая, если именно не брать в расчет волнение. То есть, в общем-то, просто микрим и все. Дальше. Следующая атака. Это медленные круги с оберткой, так сказать. Ну, как бы это я так перевел слово «врап». То есть, когда у нас шарик долетает до края экрана, он телепортируется на противоположный край с том же направлении и с той же скоростью. И так во все четыре стороны. Это атака статичная. Обратите внимание, что это именно круги. То есть, она начинается... Вылетают круги. Есть похожая атака. Потом мы ее разберем. Там не круги. Да? То есть, запомнили. Если круги, то вот срота будет та, которую сейчас и скажу. Вначале стоим где-то тут примерно, да? Можно как бы, если вы даже сразу не заметили, что это круги, то вы понимаете, что снизу начинают вылетать какие-то шарики. То смотрите, ага, здесь круги и шарики снизу вылетают. Это только одна атака такая есть. Значит, стоим некоторое время здесь. Да, перепрыгиваем этот шарик. И на самом деле мы в целом следим за вот этим шариком, который летит в левый угол. Мы идем сразу за ним, встаем в угол и ждем момента, ну, как бы довольно очевидного момента, когда нам явно нужно уйти, да? Ну, как бы не так уж быстро летят эти шарики, чтобы, ну, это не понять, да? То есть просто мы увидим, что у нас летит, отходим. Дальше тут, ну, просто вот так прыгаем. То есть еще раз, это статично. Стоим, отошли. И потом мы прыгаем налево. То есть это статично, мы всегда можно выпрыгнуть налево. Ну и все, как бы, да? То есть еще раз полностью. Стоим где-то тут. Видим, летит красное. Подошли сюда. Отошли. И выпрыгиваем налево. Все, как бы. Следующая атака, это перекрестки. То есть шарики летят, можно сказать, перекрестным, перекрестным огнем. Ну, здесь, как бы, опять же, страты, как бы, ну, я не знаю. И какой-то страты, которую можно было бы адекватно словами описать, я как-то не придумал. Просто, как бы, мы стоим и, ну, вот, смотрим, как бы, над нами шарики летят. Значит, просто ходим. Как только видим, что шарики уже достаточно низко и, ну, как бы, тогда нам нужно перепрыгивать их, да? То есть, роп перепрыгнули, опять ходим. Видим, что они опять достаточно низко, опять перепрыгнули и опять ходим. Ну, вот, как-то так. То есть, в принципе, ничего особо тут нету хитрого. Следующая атака, это медленные лепестки. Так я их называю. То есть, видите, они такими листиками вылетают. Ну, они, как бы, на самом деле, выглядят не очень медленными, да? Но это, как бы, их два варианта, типа, медленные и быстрые. Ну, можете средними называть, как угодно. Вот, более медленный вариант, он проходится вообще элементарно. Он, опять же, статичен. Просто ходим. Вот мы заходим сейчас... Еще раз, давайте чуть-чуть мотаю. Вот, как бы, заходим в лепесток. Раз. Два. То есть, просто ходим, да? И сейчас, вот, когда третий раз, тут, если просто идти, то это опасно. Нужно чуть-чуть прыгнуть вправо. Оп. Перепрыгнули и все, еще раз. Сейчас я по кадрову буквально покажу. То есть, вот мы из второго лепестка выходим налево. И потом впрыгиваем в третий. Просто впрыгиваем в третий. То есть, как бы, там можно и войти, но это более опасно. То есть, можно и войти, но это более опасно. Этот шарик может убить. И, собственно, все. Ну, там, очевидно, выход. Вот. Следующая атака. Это быстрые лепестки. Здесь чуть-чуть уже посложнее. Тут уже чуть-чуть посложнее страта, но они, опять же, статичные. Ну, вначале мы, как бы, просто сориентируемся, да? То есть, ну, я лично, как бы, вначале тут немножко вот так вот туплю. Ну, это, в принципе, без разницы. И вот наступает момент, когда синие шарики до нас долетают. Вот этот шарик видим? И мы должны перепрыгнуть перед ним налево-наверх. Ну, я, опять же, тут чуть протупил. Вот. Оп. 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 То есть, мы всегда перед этим шариком прыгаем. Налево-наверх. Раз, два, три. То есть, все, как бы. Это не сложно. Ну, как бы, я по себе знаю, что, когда первый раз это проходишь, то это очень сложно повторить. Потому что мысли путаются постоянно, волнуешься и так далее, да? Но, объективно, это не очень сложно. Ой-ой-ой. Немножко спил. То есть, как бы, за этот лепесток тут проходит. И вот, когда виден справа синий шарик, нужно прыгнуть налево. Просто средний, там, обычный прыжок. То есть, это, на самом деле, не очень сложно. Просто, как бы, это нужно увидеть и повторить. Но там никакого микрежа, по сути, нету. Там довольно много свободного пространства. Так, следующая атака. Это струи, так называемая. Здесь, в чем суть? Мы начинаем где-то слева, примерно, да? И идем потихоньку вправо, считая про себя, сколько выпущено струй. И седьмая струя должна приходиться примерно на центр экрана. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, чуть правее, да? Ну, как бы, я тоже не идеально все там делаю. Вот. И после этого мы уже смотрим. Вот, ну, как бы, ну, это, как бы, тут я даже не буду объяснять. Ну, просто, как бы, по ситуации размикрили, там не будет ничего сложного. То есть, оно бывает чуть-чуть сдвигается, там, да? Чуть-чуть разные ситуации. Но, в целом, как бы, это всегда размикрилимо. Это всегда размикрилимо. Но, в зависимости от того, как бы, где именно будет, вот, по средней струи, шестая, седьмая, да? От этого сильно зависит, как именно будут тут лететь эти все шарики. Но, в целом, примерно нужно, чтобы, вот, середина, чуть правее середины, вот, была шестая, седьмая струя. Собственно, все. И сразу же ломимся налево, чтобы следующую атаку принять. И следующая атака, это просто разброс. Просто рандомный разброс. Как только вы начинаете впервые, там, доходить до четвертой фазы, эта атака может показаться одной из самых простых. Потому что вы ее можете случайно пройти пару раз, там, да? Но, на самом деле, она, как ни странно, одна из сложных. Потому что, вот, давайте посмотрим, как я ее прошел здесь. Смотрите, вообще стою почти, ничего не делаю, да? Вообще, кажется, элементарнейшая атака. Но, на самом деле, это же рандом. Бывает, что она зажимает очень жестко. То есть, в принципе, общий совет, который здесь можно дать, стараться держаться около вот этого второго зубика. Как бы, и, ну, как бы, если вас там рандом зажимает, да? То, как бы, уже двигаться налево, но искать дырки, чтобы пройти опять справа. Потому что, ну, если вы подойдете к стене, да? То, понятно, если вас зажмет, то все. То есть, она иногда очень зажимает. То есть, именно вот конкретно вот этот записанный, да? Отрезок. Я специально не стал его как-то перезаписывать и так далее. Очень халявный, очень легкий. И, ну, практически, я ничего не делал. Но это редко так бывает. Обычно она зажимает. То есть, это обманчиво. Следующая атака. Смотрите, кажется, что то же самое. Тоже рандомный разброс, да? Но, на самом деле, это разброс с оберткой. Видите? Опять враб срабатывает. И шарики летят через экран. Эта атака, вроде бы, насколько я посмотрел, она либо полностью статичная, либо с минимальным разбросом. Но, в целом, страта не меняется. То есть, ее легко перепутать с кругами, да? Там была атака, где были круги. В чем отличие? Как сразу понять? Так, еще раз, где она так начинается? То есть, у кругов там круги разлетаются, а здесь, ну, какой-то, ну, просто всплески, да? Разлетаются. То есть, если как бы круги, то там мы идем влево, там, ну, вы помните. А если вот этот разброс, то мы, наоборот, стоим примерно вот здесь. Стоим примерно здесь. Вылетает снизу красненький. Еще. Еще. И вот потом, когда синий, то мы это перепрыгиваем. Ну, и потом вот так налево. И, собственно, все. Ну, то есть, ну, там, в принципе, это, опять же, не настолько сложно, что прям каждый шажок объяснять, да? Но я смотрел, как бы, вроде бы, всегда эта страта работает. Хотя, по-моему, там чуть-чуть есть какие-то сдвиги пулюк. Ну, хотя, может быть, мне показалось. Может, и не показалось. Но вроде быстрота всегда такая. Еще раз. Стоим где-то здесь. Раз вылетела красная, два вылетела красная. Синенькие перепрыгнули. Тут прыгаем, там, по ситуации. И все, как бы, на этом. Так, и пошла самая сложная атака. Самая сложная атака. Называется разделяшки, я ее называю. Как ее определить? Видим, что шарики какие-то размазанные. Да? Значит, они сейчас разделяться начнут. Идем влево. Переживаем. Раз, два. Слева, да, просто. В третью нам надо попасть в эту дырку. Это не очень просто, сразу говорю. Да, это атака как раз не из простых. Вот. Но мы проходим, проходим. Потом раз прыгаем, два прыгаем, три прыгаем. Здесь запросто можно умереть. Я честно говорю, здесь можно запросто умереть. Но, надо постараться. После этого нужно дальше прыгать, только теперь уже прыгать повыше. Вот так вот. Двойным там прыжком. Все, выходите из этой ситуации. Вот, это были 10 атак. Так, в целом, то есть, я уже знаю все эти страты, там, продерживался больше двух минут. Не стреляя. То есть, уже эта фаза не кажется такой сложной. И я думаю, еще больше практики, можно там хоть 10 минут на ней сидеть, лишь бы рандом не зажал. Все, на этом видео закончилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!